МОНИТОРИНГЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ Должны будут обращаться не в Государственную службу по защите прав потребителя, а напрямую в Банк Литвы. Окончательно свое мнение Сейм выразит при приеме поправок к данному закону. В этом году жители выделили на благотворительность 36 миллионов литов. По данным Государственной налоговой инспекции, по сравнению с прошлым годом, размер благотворительных средств вырос на 6 миллионов литов. В этом году с просьбами о поддержке обратилось 499 тысяч жителей страны, на 33 тысячи меньше, чем в прошлом году. Однако средство получило большое количество различных организаций. Больше всего ресурсов было выделено общественной организацией Центр современного искусства, а также благотворительному фонду Беду Тургус и общественной организацией Лесе. Сегодня представлена карта коррупции в Литве за этот год, по данным которой респонденты называли коррупцию пятой по актуальности проблемой страны. Участники исследования, государственные служащие и бизнесмены указали, что они заметили положительные тенденции, что за последние пять лет масштабы распространения коррупции уменьшились. Также уменьшилось число людей, прогнозирующих рост коррупции. Государство собирается компенсировать стоимость учебы лучшим бакалаврам и магистрам, обучающимся на платной основе. Компенсацию за первые два года обучения смогут получить почти тысяча студентов, третьекурсников, университетов и коллегий. На компенсации обучения в этом году выделено порядка 11 миллионов литов. Возможность вернуть заплаченные за обучение деньги студентам предоставляется впервые. Полоса невезения Кауновского жальгереса продолжается. Вчера вечером спортсмены в матче единой лиги ВТБ со счетом 88-79 проиграли лирижскому клубу ВЭФ, который, к слову, тренирует Рамуна Сбутаутас. Это уже вторая неудача нового тренера Александра Трифуновича. Три тайма команды играли ровно, однако в заключительном тайме латыши оторвались и удержали разницу в очках до конца игры.